леканы рвутся нас уничтожить всем привет в кинотеатрах сейчас идет богомерзкий фильм другой мир войны крови что является плевком в лицо создателей хороших фильмов о вампирах и я крайне не рекомендую смотреть подобное в кино так как из года в год они умудряются отбивать свой бюджет и даже что-то зарабатывать и поэтому конвейер не остановится до тех пор пока мы не перестанем за это платить другой мир всегда был этаким боевиком с джейсоном стоит омом от мира вампирских фильмов меня по-прежнему зовут джаст илья и пока я готовлю трэш-обзор на новую в кавычках говоря комедию от российских режиссеров я хотел бы посоветовать вам топ-5 реально отличных фильмов по вампирской тематике и я расставляю их в порядке значимости лично для меня поехали это твой групп радуйся другие знают место номер пять я уже видел такую смерть все пассажиры живые и мертвые их нужно уничтожить так вышло что на пятом месте у нас и не фильм вовсе это сериал который спродюсировал гильермо дель тора и называется он штамм и сразу хочу сказать что это поистине отличный сериал во первых его главным плюсом можно назвать тот факт что он построен не по принципу стандартной местечковой истории о вампирах а рассказывает о эпидемии вампирского вируса то есть если смотреть его без какого-либо ознакомления с тематикой сериала то посмотрев первую серию у вас сложится полное ощущение что вы смотрите сериал о каком-то неизвестном вирусе без единого намека на тему вампиров но сериал быстро раскачивается и нам показывают очень правдоподобную историю развития вируса это как бы это могло случиться на самом деле на данный момент вышло три сезона и пока я могу сказать что он не сдает своих позиций обязательно к ознакомлению место номер четыре 1868 год нашей третьей свадьбы а мы все так же молоды выживут только любовники от джима джармуша режиссер джим джармуш и вправду заработал свой культовый статус но как по мнению все его фильмы так хороши как их нахваливают и в данном случае речь пойдет о фильме что обязательным к просмотру всем любителям тематики выживут только любовники это отличная размеренная и неторопливая история о двух вампирах что устали от бессмертия и основной темой этого фильма как раз является рассуждение о бренности и бесконечности времени впрочем как мне кажется вывода из этого фильма должен делать каждый сам поэтому обязательно с знакомьтесь и напишите в комментариях как вам место номер три мой друг священник интервью с вампиром поистине классика если вдруг кому-то нужно посоветовать фильм по этой тематике то можно смело советовать его отличный актерский состав тут вам и том круз и брэд питт и даже антонио бандерас еще не скатившийся до рекламы жевательной резинки и хорошая история про двух друзей что совместно пережили не одно столетие и то как это снято вообще не оставляет сомнений в том что это классика фильм уже более 20 лет а его до сих пор смотришь на одном дыхании и переживаешь за его героев как в первый раз отличный фильм который должен посмотреть каждый место номер два в наличии 20 процентная кровь лови людей войны света вообще это явный фильм категории б тут скромный бюджет и актеры обычно представлены на вторых планах играют роли первого плана но это не отменяет смелости задумки представьте себе что эпидемия вампиризма прошла не в пользу человечеству то есть 90 процентов людей на земле стали вампирами оставшиеся 10 выполняет роль скота ожидающего своего часа на специально построенных фабриках по добыче крови и этот мир так круто прописан и скомпонован что мне даже не хочется ругать фильм за маленький бюджет нам показывает полноценный мир победившего вампиризма где полностью продумана инфраструктура где автомобили сплошь затонированы где есть свой экономический кризис основанный на том что настоящая человеческая кровь заканчивается и и себе могут позволить только местные миллионеры где вампиры поднимают протестные движения так как не могут питаться крови заменителем отличный фильм который мне запомнился необычностью сеттинга и продуманностью до мельчайших деталей обязательно к ознакомлению место номер один ну а первое место в сегодняшнем топе занимает фильм который к сожалению у нас перевели как реальные упыри почему к сожалению ну наверное потому что оригинальное название фильма звучит как вот пуду in the shadows что никак нельзя перевести как реальные упыри конечно прокатчики хотели нарочно сделать его созвучным с названием реальные пацаны но что-то я сомневаюсь что типичный зритель реальных пацанов будет смотреть хорошее кино он бы и рад но тогда ему придется оторваться от корыта с дерьмом что он обычно потребляет в общем фильм реальные упыри в моем топе получает первое место так как это отличная комедия по теме фильм раскрывает бытовую сторону жизни вампиров то есть мы видим как главные герои ссорятся из-за того что кто-то из них не моет посуду и не пылесосим и что самое забавное у этого фильма настолько маленький бюджет что он не мог не окупиться про этот фильм я не хочу много рассказывать так как боюсь напороться на спойлеры поэтому вы должны его посмотреть если бы мне нужно было дать оценку этому фильму по десятибальной шкале то это точно было бы десятка но туда и он такой теперь ты тоже вампир ну вот это был питер и мы короче дрожим до сих пор спасибо за просмотр смотрите только хорошее кино и старайтесь не заносить денег таким плохим поделкам как другой мир ну а с вами был джаст илья и совсем скоро выйдет новый трэш обзор и для того чтобы его не пропустить нажмите на колокольчик под видео а лучше вступите в мою группу в г всем пока